Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Снова с вами ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость, которая продается на юге. Прямо сейчас наливаем чай в готовом вкусняшки, присаживаемся с вами поудобнее. Для вас буду показывать домовладение, где вы мне часто говорите, Николай, пожалуйста, найди нам хороший обжитой дом, чтобы был площадь более 100 квадратных метров, чтобы было практически рядом с городом Белореченском, чтобы в доме было три изолированной спальни, чтобы была гостиная, ну и, конечно же, кухня-столовая, все удобства, чтобы дом был газифицированный. И самое главное, чтобы осталась мебель. Друзья, вы не представляете, сейчас нашел вам очень интересный дом, полностью дом капитальный, хороший, обжитой, большая прихожая. Естественно, прекрасная кухня-столовая, где милые хозяюшки будут с удовольствием своим детям, внукам, любимым мужчинам готовить вкусняшки, как говорится. Гостиная, где стоит прекрасный диван, естественно, остается телевизор. Плюс, друзья, три изолированные спальни. Одна спальня будет в ваших хозяйствах, где остается большой шкаф, естественно, телевизор. Конечно, прекрасная кровать с двумя тумбочками. Конечно же, для милых наших детишек есть детская спальня, которая полностью оборудована. Ну и, конечно, есть комната именно для ваших гостей, которые к вам будут приезжать, отдыхать, наслаждаться. И самое главное, что до города Белореченска, друзья, 2-3 километра, поселок Новый Краснодарский край, Белореченский район, переулок Калинина, ниже в описании обязательно укажем. На всякий случай номер телефона хозяина. Можете смело звонить, договариваться, приезжать и смотреть. Но, друзья, перед вами сейчас на экране номер телефона моей помощницы. Можете ей звонить, можете ей писать. Телеграм-канал, либо также WhatsApp. Юля Громова, моя помощница, которая со мной уже работает более 5 лет, она вас проконсультирует, она вам расскажет. Естественно, она может показать именно это домовладение. Также очень много объектов недвижимости. У нее, как говорится, в заначке прекрасных, замечательных, которые продаются не только в городе Белореченске, и также в нашем Краснодарском крае. Смело ей пишите, общайтесь, разговаривайте. Друзья, не буду сильно затягивать. Давайте мы вместе с вами посмотрим этот дом. Единственное, забыл самые главные две вещи. То, что до города Краснодара 100 километров, до нашего прекрасного Черного моря расстояние 156 километров. Давайте вместе с вами поизучаем это домовладение. Вот он наш красавец, друзья. Дом блочно облицован кирпичом такого цвета необычного. Кровля металлическая, а если точнее, мои хорошие, это металлопрофиль. И обращаю внимание, что здесь, друзья, когда-то прекрасный застройщик взял, купил практически поле и взял, построил вот такие все одинаковые дома по планировке. Но, друзья, они все абсолютно отличаются. Здесь основная часть людей живет именно приезжие. Улица Тупиковая. Обращаю внимание, что на этой улице будете жить только вы. И вот такая лесополоса. А вот за вот этой лесополосой, мои хорошие, располагается железная дорога, где, ну где-то, скажу так, раз, где-то несколько, два, три, четыре раза в день будет проходить либо поезда товарники, либо, например, пассажирские. Конечно, летом это будет почаще. А что это означает? Означает, что этот дом находится недалеко от города Белореченска, где есть ЖД вокзал, электричка. Кстати, есть огромное преимущество, друзья. Несколько раз электричек входит именно до Черного моря. Адлер, Туапсе, Сочи. Но имейте в виду, также можно практически в любую точку добраться до наших других городов, нашей прекрасной страны. Вот этот забор, который вы видите, вот она граница. Ворота, конечно же, есть. Высокий забор. Дальше калитка присутствует. И вон до того забора. Здесь, скажу, половина практически наших клиентов купили дома. Теперь открываем с вами калитку. Кстати, хочу заострить внимание. Вот эта территория, она как бы считается ваша. Видите, вон с левой стороны соседи взяли там лавочки, стульчики такой сделали. Вон, смотрю, качеля. С правой стороны тоже соседи сделали вот такую площадку, где мой дрындулет стоит. Ну и, конечно, друзья, можно смело здесь тоже оборудовать. И, пожалуйста, можно, в принципе, фруктовые деревья, площадку. В принципе, как вот люди слева и справа это все организовали и сделали. Теперь заходим сюда. Что нас встречает? Забетонированная площадка. Конечно же, есть, друзья, именно ступени. Бетонированный центральный вход в дом. От границы дома до забора здесь составляет 3 метра. Ну и, конечно же, девчата, вы возьмете и завезете, ну, вернее, мужиков заставите, чтобы они завезли землю. Можно посадить клумбу с этой стороны. А можно посадить также вот с этой стороны. Что означает, девчонки? Например, если вы будете выходить с дома, то мы наблюдаем, что есть территория для посадки с этой стороны и также с этой части. Давайте я немножко вот так камеру поверну, вернее, подниму и покажу, как у нас выглядит вот именно вот эта часть. Вот так, друзья, фотографируем, смотрим и так далее. Теперь давайте мы калитку закроем, чтобы она потом от ветра не стучала. И хочу рассказать о самом доме. Дом капитальный, хороший, без всяких либо каких-то привлечений. Цвет кирпича мне очень даже нравится. Фундамент полностью монолитный. Тут претензий к дому вообще никаких. Знаете, я скажу, друзья, вот на сегодняшний день, вот я сейчас начал, вы меня ругаете, говорите, Николай, давай по полной программе город Белореченск, Белореченский район изучай. А знаете, почему город Белореченский, Белореченский район? Вы знаете, скажу, из-за того, ребята, то, что он находится недалеко и от Черного моря, и, конечно же, находится недалеко от города Краснодара. Горы, реки, леса, все тут, конечно же, есть. Водосливная система, друзья, есть. Подшива, конечно же, тоже это все присутствует, без всяких проблем. Что касается автомобиля, здесь у нас вот такая площадка под один автомобиль. Смело, легковой автомобиль поместится, друзья. Если необходимо, можно вот эту часть еще дальше забетонировать. Здесь 3 метра, даже больше, вот видно. И даже можно там 3-4 автомобиля ставить смело. Но это не обязательно, друзья. Если у вас один автомобиль, вот она площадка, конечно, допустим. Вот, друзья, давайте мы сейчас послушаем, как у нас поезд идет. Вот я даже сейчас стою, и вот он поезд пошел. Фотографируем. Вот его видно. Все. Мы поняли, это товарняк, кстати, идет. Теперь смотрите, здесь площадки вполне хватает для того, чтобы у вас, например, поместился автомобиль. Как я сказал, он не сильно большая площадка, но спокойно поставить можно. И еще момент такой. Здесь я бы советовал в будущем, если необходимо, сделать навес. И автомобиль у вас, знаете, такой, как мини-гараж. Смотрите, вот шутка шутками. Вот здесь взять, вот к этому забору привязаться, чуть выше сделать. И у вас такие ворота из профнастила. И у вас, как бы, автомобиль будет именно, как бы, в своем гараже. Если это не надо, здесь завозим землю, садим деревья, какие-то, возможно, кустарники, я не знаю, может быть, смородина. Еще какие-то декоративные растения без всяких проблем. Более того, здесь отмостка. Отмостка хорошая, капитальная. Кстати, в фундаменте, вот я вижу, руберот, гидроизоляция. И вот давайте мы посмотрим, как у нас выглядит именно с этой стороны. Хочу заострить внимание по поводу интернета и спутниковое телевидение. Он тут есть, здесь МТС, это телевидение. И спутниковый, как, ну, не спутниковый, вай-фай, интернет. И он сказал, хозяин вообще аж все летает, как говорится. Ну, вот это задняя часть двора. Знаете, здесь, друзья, вот сказали, 4 сотки по документам. Ну, вот вполне, вполне достаточно для того, чтобы здесь поставить даже какую-то маленькую баньку. Взять, организовать какую-то зону отдыха. Взять без всяких проблем, посадить огурцы, помидоры, поставить теплицу. За глаза это все будет именно у вас. Кстати, забор здесь металлический. Что сзади, сбоку, он, будем говорить, загорожен полностью именно от соседей. Соседи, ребята, все, все абсолютно хорошие. Потому что основную часть людей, мы знаем, вот это наша компания помогла в продаже объектов недвижимости. Давайте смотрим вот так, как выглядит наш прекрасный домик. И еще раз давайте мы посмотрим, как выглядит у нас участок. Еще раз говорю, вполне-вполне хватит. Ну, и смотрите, все дома вот так выглядят. Вот, допустим, вот здесь до дома видно где-то метров 15. Ну, понятно, что эти будут ближе. Ну, никакого давления абсолютно нет. И все дома хорошие, ухоженные люди ухаживают за своими домами. Понятно, что это все новое. Но, по крайней мере, друзья, и основная часть людей здесь живут именно приезжие. А для вас, я уверен, 100% это немало важно. Кстати, у всех, смотрю, антенны вот эти МТСовские. У хозяина с той стороны. И вот видно еще вот это интернет. Видите, вон она тарелка у нас. Ну, и теперь пойдемте с вами дальше. Я же должен вам показать, что ГАЗ-то подключен. А он реально подключен. Свет, септик, все это, конечно, есть. Здесь тоже вот 3 метра от забора до дома. А здесь вот она, газовый счетчик. Он есть еще долго вам еще прослужит. Мы его с вами фиксируем, все смотрим. Никаких трещин, никаких нареканий, друзья, по дому нет. Я еще раз говорю, дом полностью под ключ. Еще раз повторяю, в доме очень такая большая прихожая. Кухня-столовая, гостиная, 3 изолированные спальни. Ну, и, конечно же, туалет, ванна, дом, заходи, живи. Мне очень все это понравилось. Вы меня сейчас возьмете, приучите, чтобы я конкретно занимался в Белореченске, Белореченске районе. На самом деле, друзья, очень много у меня клиентов, моих подписчиков, именно конкретно этим, именно вот, ну, не хотел сказать увлекаться, хотят именно в этой геолокации купить. Ну, здесь вот тоже можно, смотрите, посадить цветы, кустарники, в принципе, предостаточно. Вот, смотрите, пространство, прям, мама, не говорю, сколько хотите, столько и садите. Я прекрасно понимаю, для некоторых людей это может быть земли маловато, но, друзья, те люди, которые квартиры рассматривают, вполне достаточно. Вот анцептик однокамерный, 2 метра в глубину, как мне сказали. Ну, здесь тоже самое можно взять и засыпать землю. Ну, друзья, знаете, понятно, что сейчас многие мои люди говорят, ой, вот тут вот это сделать, вот это сделать и тому подобное. Ребятушки, а возьмите сейчас, купите дом новый, завезите мебель, телевизор и так далее. А вот мы с вами, когда туда пойдем, ох, чтобы много чего увидеть, я еще раз говорю, дом полностью подключен и остается очень хорошая мебель. Счетчик мы увидели, кстати, вот он МТС, как я вам говорил. Вуля, ну и пойдемте потихонечку сейчас двинемся и зайдем в наш прекрасный дом, который вам точно, однозначно понравится, я в этом уверен. Дверь хорошая. Менять точно не надо, ребятушки. Давайте заходим. И вот она, вот такая немаленькая прихожая. Видите, мои хорошие? Все двери межкомнатные есть. Чисто, аккуратно, тепло, сухо, приятно, аура хорошая. На полу, друзья, естественно, у нас плитка. Под ними, конечно же, теплые полы. Мы видим с вами, что полностью поклеены обои. Конечно же, есть натяжной потолок. И самое главное, это светильники, это немаловажно. Разворачиваем камеру и смотрим, у нас вот так выглядит именно дверь. Здесь, друзья, можно еще шприхожку какую-то поставить. Тут еще пространства очень много именно до двери. Я думаю, вы сами без меня это видите. Ну и давайте мы сейчас с вами будем подряд все это смотреть. Я хочу сказать, вот за этой дверью это гостиная. Дальше, это гостевая, будем так говорить, когда ваша. А может даже у вас двое детишек будет, не исключено. Ну давайте представим, что у вас будет мальчик, девочка. Вот это комната для мальчика. Та комната чуть дальше, это будет для девочки. Дальше в углу, это ваша хозяйская спальня. Она реально очень хорошая, друзья. Естественно, следующая дверь, это у нас ванная комната. Ну и, конечно, вот за вот этой дверью, девчонки, я вас умоляю, вы будете 100% довольны вот именно вот этой кухней, которая там находится. Ну и давайте мы сейчас зайдем. Вот так выглядит у нас, друзья, гостевая. Приятная гостевая. Она мне очень все это понравилась. Смотрите, здесь располагается, конечно же, и диван, друзья, и занавески. Все это остается. Естественно, вот такой прекрасный телевизор, ребятушки, он не дешевый. Возьмите, попробуйте сейчас купить вот такой немаленький телевизор. Естественно, что по телевизорам то же самое. Друзья, натяжной потолок, светильники, все это, конечно же, есть. И, естественно, полностью поклеены обои. Вот, допустим, тут мы видим с вами немножко обои такого цвета, а там уже дальше, конечно, другого. Радиаторы, друзья, есть под окном. Естественно, ламинаты, кстати, очень такой приятный. Мне очень он не нравится. Все это гармонично. Плинтуса, багеты. Все, ребята, конечно же, тут есть. Углы чистые. Давайте мы здесь вот постучим, что у нас тут. Тут у нас штукатурка, не гипсокартон. Это угол дома. Имейте ввиду. Радиатор, как я вам говорил, естественно, он есть. Пожалуйста. И, конечно же, окно на открывание. Москитная сетка. Плесени ничего нету, друзья. Фиксируем. Ну и, конечно, вот здесь мы видим с вами калитку. Кто забегает, кто убегает. И, конечно, жалюзи вот чуть выше. Это все есть. Вот так, ребята. Гостиная, я уверен, что вам она понравилась. И самое главное, что она изолирована. Если вдруг кто-то еще в гости, куча людей приехали, закрыли. И никого мешать абсолютно не будут они. Вдруг будут они что-то взрослое там делать. Всякое же может быть. Правильное же, ребятушки. Идем дальше. Это вот эта комната, о которой я говорил, как может быть для мальчика. Открываем. Здесь она такая, знаете, пока никем не забита эта комната. Но комната хорошая. Ламинат точно такой же. Поклеены абсолютно все обои. Натяжной потолок. Все, друзья, конечно же, есть. Что еще могу сказать? Заходи и живи. Вот в эту комнату можно просто взять мебель, поставить. И все. Что хотите, то и делайте. И вон, видно, у нас два кабеля. Это заходит интернет и телевидение, я так понимаю. Я так понимаю, могу ошибиться. Но он тут есть. Нет, все чисто. Аккуратненько. Здесь даже, я скажу, можно двуспальную кровать разместить. Либо вот здесь детскую какую-то комнату. Ну, я имею в виду кровать. А если что, можно, кстати, вот тут взрослого смело поставить. А вот здесь потом телевизор будет. А почему бы нет? Розетка мы тут видим. С той стороны тоже самое есть. Здесь окно на открывание. Москитной сетки нету. Кто-то стащил. Окно на соседей. Ну и, конечно, радиатор. Все это есть. Отличненько. Идем с вами смотреть комнату для девчонок. Ой, ребята. Пойдемте, пойдемте. Кстати, кто до сих пор не подписался, подписывайтесь на мой канал. Открываем, заходим. Друзья, ламинат такой же. И вот так у нас комнатушка. Ай-яй-яй, девочки, девочки. Смотрите, какая тут красота, а. И мебель практически вся новая. Она вся новая. Не то, что практически, а вся новая. Видите? Ну, что еще вот сюда? Ну, что еще купить? Пожалуйста. Кровать есть. Шкафку, шкафку-пе есть. На чем сидеть? Есть. Где игрушки сложить? Конечно же, все есть. Рисовать даже все это остается. Ребята. Я вот смотрю здесь. ТВ-кабель вот выведен. Вот, пожалуйста. Обоики чистые. Аккуратненькие. Ничего абсолютно тут. Я не вижу смысла что-то менять, переделывать. Ламинат хороший. Стены хорошие. Здесь потолок тоже такой замечательный. Хороший. Люстра. Все это есть. Радиатор есть. Окна, кстати, тоже на соседей смотрят. Плесени. Вот это угол уже дома. Вот это угол дома. Но я почему застрял внимание, что сырости никакой нету. Вуаля. Все. Плесени тоже нету. Хорошая комната детская. Прямо мне. И тут, видите, вот такой закуток, как мы его называем. Дальше пойдемте. Здесь, конечно же, хозяйская спальня. Ой, ребята, смотрите. Ну, посмотрите, какая прелесть, какая прелесть. Что еще для счастья надо? И вы видите, что мебель-то здесь не из дешевых. Пожалуйста, двухспальная кровать есть? Есть. Шкаф, купе, где вы будете хранить вещи? Есть. Есть. Две тумбочки? Есть. Есть. Даже светильники они. Все это, конечно, есть. И вот когда вы тут будете, своя любимая, вот тут, а именно, спать, вуаля, и будете смотреть. Пожалуйста, телевизор LG. Хороший, прекрасный, замечательный телевизор. Здесь, конечно же, есть занавески. Менять ничего абсолютно не надо. Также там радиатор. Окна выходят уже на тех соседей. Мы сейчас выглядим. Ну и, конечно же, ребята, ламинат. Все есть. Хорошо. Замечательно. Без всяких проблем. Ну и, конечно же, мы видим с вами люстра. Натяжной потолок. Все, конечно же, тоже есть. Ну и давайте мы сейчас глянем сюда и посмотрим, как у нас выглядит вид сюда. Вот, пожалуйста, соседи. Здесь мы видим радиатор. И давайте мы еще раз с вами зафиксируем, посмотрим, как у нас вот эта комната выглядит. Комната довольно достойная, хорошая. Без всяких всяких привлечений. Ну и пойдемте с вами поизучаем ванную комнату. Как должно же, чтобы была у нас ванная комната. Пожалуйста, заходим. Встречает нас стиральная машинка, унитаз, конечно же, раковина. Здесь мы видим зеркало. Мы видим, что полностью, полностью у нас все в плитке. Что пол, что стены, без всяких проблем. Пол у нас вот так выглядит, друзья. Тут теплые полы. Смотрите, теплые полы тут. Теплые полы здесь. И теплые полы вот в кухне. Мы с вами это все посмотрим. Ну и, конечно же, душевая. Она у нас, вот она спряталась. Давайте я даже немножко вот так. Сейчас вам покажу, как оно все это выглядит. Вот так все. Ну, я же говорю, заходи, живи, заходи, живи. Вытяжка, вон она. Вен канал, мы видим с вами. Конечно же, натяжной потолок. Все это есть. Люстра, все есть. Что еще для счастья это надо? Не знаю, друзья, не знаю. Сегодня, конечно, у меня немножко голова болит. Но я рад, честно, прям с удовольствием делаю обзор вам. Прям хочется. Вот, конечно, вот тут. Вот моя помощница как зашла. Она говорит, вау, я хочу вот такую кухню. Я прям хочу вот такую кухню. Столу, вот такой кухонный гарнитур, вот такой обеденный стол, вот такую плитку. Ну, вот прям я все вот именно вот так хочу. Бери, зарабатывай деньги и хоти сколько хочешь, как говорится. Ну, что, мои хорошие, вот что могу сказать. Во-первых, комната светлая, хорошая, замечательная. Претензий никакие. Вот часы, пожалуйста, даже кремлевские у нас висят. Сколько у нас уже? Почти 4 часа. Почти 4 часа. И вот такой кухонный гарнитур. Вот так он выглядит. Друзья, все, что сейчас перед вами, перед вашими прекрасными, внимательными глазами, это остается. Остается вот этот обеденный стол, кстати, который раскладывается и можно как минимум еще 4 человека влепить туда. Это первый момент. Холодильник он остается. Пусть он небольшой, но он еще долго вам прослужит. Естественно, этот полностью кухонный гарнитур, где духовой шкаф, газовая плита и, конечно же, вытяжка. Ну, что еще для счастья надо? Вот это, друзья, обойки. Вот это обойки, сразу говорю. Столешница сделана, стилистика как... Вене... Господи. Фартук сделан как столешница. Раковина. Какая большая раковина! Ну и давайте мы к окну подойдем. Здесь радиаторов нет, потому что здесь теплые полы. Плитка, друзья, я же думаю, вы уже зафиксировали, посмотрели, что она какая классная. Вообще изумительно. А, ну чуть не забыл, конечно же, натяжной потолок, люстра. Все это, конечно же, есть. Ну и давайте мы посмотрим, куда это окно смотрит. А это окно смотрит уже на дверь. Калитку, откосы тоже нормальные. Дверь, вене открывается окно. Даже у нас вот жалюзи все есть. Блин, ну я не знаю. Вот, ну что еще? Вот только надо свои вещи какие-то собачку, кошечку привезти и все. Ну вот смотрите, какой кухонный гарнитур. Здесь, пожалуйста, можно ножи его лежат, чайники, какие-то безделушки, какие-то поварешки, какие-то ножи, какие-то тряпки. Все, что необходимо. И вот за вот этой дверью, это находится у нас котельная. Котельная, кстати, друзья, это тоже мебель остается. Пожалуйста, мужики, если что, что-то свои причиндалы можно куда влепить без всяких проблем. Стоит, конечно, газовый котел, друзья. Газ подключен. Ну и, конечно же, мы видим с вами автоматика. Это своя скважина здесь 10 метров. Автоматика все работает. Потом теплые полы. Насос для циркуляции этих теплых полов. Пульт управления котла. Ну и, конечно же, что у нас? Это окно. Окно, оно тут есть на открывание. И мы видим с вами вен-канал. На полу плитка. Я вас удивлю, здесь тоже теплые полы, представляете? Ой, классно. А что, я уже все пока... А, не, классно чердак, классно чердак, ребятушки. Слушайте, у меня что-то такой обзор получился, мне кажется, быстрый. Я могу ошибиться? Может быть, ошибаюсь? Не знаю. Ну что, мои хорошие, я рад, что обзор этот дом наконец-то вас устроил. Конкретно этот дом, знаете, вот так говорю, наконец-то устроил дом. Ну, знаете, я читаю ваши комментарии, независимо, я за 20 миллионов буду показывать дом. Кстати, ниже в описании будет указана цена этого дома. Не переживайте, он не 20 миллионов стоит. Он гораздо, 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 гораздо дешевле стоит. Он стоит чуть более 5 миллионов. Ниже в описании зайдите, посмотрите, поверьте мне, дом достойный. Сейчас возьмите, приедите, купите квартиру в городе Белореченске, 3-4 комнатную. Если у вас, например, семья 4-5 человек, вот, пожалуйста, это ваш вариант. Прихожая, гостиная, одна спальня, другая спальня, ваша третья спальня, туалет, ванна. Вот это прекрасная кухня, столовая. И хочу рассказать, как можете добираться до города Белореченска. Друзья, здесь каждый час проходят автобусы. Здесь поселок Новый, небольшой, но у него есть свои плюшечки. Во-первых, он тупиковый, асфальтированная дорога. Здесь шаговой доступности протекает река Пшиха. Можно покупаться, либо рыбачить. Есть магазины, их не так много, но не переживайте, магазинчики хорошие, неплохие и так далее. Как я сказал, что каждый час проходят автобусы, ну, если точнее маршрутки, может, автобусы, неважно. Вот отсюда асфальт буквально метров где-то, ну, 200 от силы. Дальше. Город Белореченск рукой подать. Я вот от этого дома до центра на автомобиле 7-10 минут максимум. Школа в Южном находится рядом, детские садики все находятся в городе. Вот так, ребятушки. Ну, и, конечно же, до города Краснодара 100 километров. До Черного моря 156 километров. Горы, реки, леса, рыбалка, охота. Здесь все, что необходимо, конечно, есть. Ну, и работа в городе Белореченске по-любому для вас она будет. Ну, конечно, зависит от того, какую вы сумму хотите получать. Друзья, я надеюсь, что обзор вам понравился. Если вам нужна помощь в подборе недвижимости, новые дома, старые дома, дешевые дома, подороже дома, Краснодарский край, Ставропольский край, мы с удовольствием вам поможем. Для вас сейчас будет показан номер телефона моей помощницы Юлии Громовой. Она со мной работает уже более пяти лет. Она очень хороший специалист. Она очень многим нашим покупателям помогла и купить недвижимость, и продать недвижимость. И с удовольствием мы вам поможем в подборе недвижимости. Я вас только умоляю, пожалуйста, заранее нас предупреждайте, чтобы мы вам помогли, подобрали заранее до вашего приезда объекты недвижимости. Знаете еще, что забыл сказать? Подписывайте на наш телеграм-канал. Он очень сильно становится популярным. Там много что интересного для вас мы повторно показываем. Ну, некоторые что-то невнимательно смотрят, но полезная информация для тех, кто планирует переезд на юг, точно будет. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.